Доброго здоровьи, уважаемые посетители моего канала! В мире здорового образа жизни, в натуропатии есть яркие личности, которые врезались многим в память. Например, Михаил Михайлович Котлеров, который смирно пропагандировал идею закал бега. Давайте немножечко познакомимся с его жизнью, с тем как он оздоравливался и что нам оставил наследство. Информацию эту мы с вами структурируем. Он прожил большую жизнь, практически до 90 лет. Родился в 1904 году. Первые 63 года он прожил жизнью обычных людей. Детство было тяжелое, рано остался без родителей. Он был и пастухом, в юности пошел на шахту, работал шахтером. Но что его отделяло, это то, что он любил тянуться к знаниям. Вот, в результате первых 63 лет жизни он заработал, или лучше сказать, нажил по своему незнанию и по условиям жизни тяжелым в то время массу всевозможных заболеваний. Он болел и простудами, в шахте он заболел туберкулезом. Далее у него были проблемы с сосудами, с венами особенно, с сердцем. Появились проблемы с суставами, с тазобедренными суставами. К тому же он, согласно мировоззрению того времени, считал, что надо вкусно покушать. Мужик должен быть мужиком. Уж если есть, то есть. Беспорядочно. Много. Плюс курил. В день он выкуривал пачку папирос. Это в то время было нормальным. В итоге к 63 годам его вес увеличился до 90 килограмм. Рост он не такого уж большого. И вот этот целый букет заболеваний, которые я вам перечислил. Плюс организм уже выдохся. Жизненной энергии стало мало и его труханул сильнейший сердечный приступ. Он попадает в больницу вот в 63 года. Врачи говорят, что, мол, осталось жить две недельки, забирать его домой. Ну кое-что там сделали, знаете, так, небольшой ремонт. Этого, так сказать, ремонта схватило ему для того, чтобы, выйдя из больницы, он подумал, а как же надо жить дальше, чтобы оставаться живым. И вот следующий этап с 63 лет жизни до практически 90, он посвящает здоровому образу жизни, ищет литературу, ищет различные методики, применяет, ведет большую самообразовательную работу, и также становится пропагандистом в дальнейшем здорового образа жизни, закал бега. Итак, в 63 года после больницы он направляется за знаниями в большую библиотеку имени Ленина, и там изучает всевозможную литературу. И его особо цепляет ближе всего, согласно его мировоззрению, это ему стал Суворов, Александр Суворов. Знаменитый наш полководец. Он с детства имел слабое здоровье, у Катлирова оно также было такое же, но благодаря вот закалке, тренировке, ведению образа жизни, плюс внедрению этого в солдатские массы, которыми он руководил, он сделал из них чудо богатырей. И вот это стало наиболее близким для Михаила Михайловича, то есть бег и, значит, закалка. Плюс он еще почитал Амосова Николая, где он говорил, что, допустим, то же сердце можно возродить с помощью упражнений, с помощью бега. Вот эти вот две вещи для него стали основополагающими, и он стал поступать так. Приобрел форму, майку, шорты, обувь, и начал где-то, наверное, с лета свои занятия. Всего лишь навсего бегал по две минуты, или так, пытался бегать по две минуты в день. Через недельку он увеличивал нагрузочку еще там на минуточку, на минутку, на две. В дальнейшем он говорил, что это довольно-таки быстрая прибавка нагрузки, но вот он так хотел. Примерно там через год он уже бегал два часа. И, несмотря на то, что настали холода, он продолжал бегать майка, шорты и кроссовки. Носки, он говорил, обязательно должны быть шерстяные. Под шорты он надевал также шерстяные плавки. После бега, особенно зимой, в холодное время года, он после тренировки беговой приходил домой. Жил он в Москве. Значит, приходил домой и принимал теплую ванну. Теплую ванну для того, чтобы вот этот весь холод выгнать, расслабиться, подготовиться, причем просто прогреть свой организм. Советовал, что слишком долго в ванне не стоит. При этом и в ванне надо выполнять, не лежать пассивно, выполнять движения. То есть, он начал так воплощать вот эти все принципы. Потихоньку он там набирался других знаний, узнал насчет пользы массажа, начал использовать массаж, палочный массаж. Начал голодать раз в недельку, изменил свое питание, стал больше употреблять свежерастительной пищей, считая, что эта пища живая. Пища, лишенная ферментов, это мертвая пища. Кстати, он любил вот эту вот пищу свежерастительную, мелко измельченную, есть с какой-то пищей, которая бы давала еще теплоту, то есть теплая была. Это тоже хорошее подспорье для правильного пищеварения, нормального пищеварения, особенно в старом пожилом возрасте. Далее он даже подключил уринотерапию. И что важно отметить, он вел дневничок. То есть, вот сегодня, допустим, он встал, что он там сделал, все это он записывал, потом это все это анализировал. И когда его спрашивали, вот, Михаил Михайлович, ты тут урину используешь как-то это самое, бяку-каку, он отвечал, я ее и раньше использовал. Ну, просто стеснялся, не говорил. А когда я почувствовал, что она работает, я ее пью утром по 100 граммов, утреннюю натощак. Плюс, втираю, вот, видите, в лысину, в 63 года уже там образовалась плеш у него на голове, хоть, говорит, аэродром, строй, шутка. То все заросло, и волосы у него были хоть седые, но такая шевелюра была, ух. Вот, в результате, значит, всех этих занятий, буквально-таки, всего лишь навсего за 4 года, следование вот этим тренировкам, он уже в 67 году пробегает свой первый марафон. Представьте себе, насколько сердце укрепилось, насколько все эти, весь его организм укрепился. Естественно, это его очень и очень воодушевило. Он становится пропагандистом здорового образа жизни, подключает закаливание и многие-многие другие процедуры, то есть, его это все воодушевило. Он изучает здоровый образ жизни во всех его направлениях, пробует, записывает, анализирует, отбирает для себя. То есть, ведет очень интересную работу, и на волне всего этого он ездит с лекциями и рассказывает вот о здоровом образе жизни, о закал беге. Всего он пробежал за свою жизнь 4 марафона. И вот, смотрите, настолько его организм укрепился, что в 75 лет он женится. Женится и благодаря разработанную им самим методику особого абдоминального массажа, у него нормально работает его половая система. И при вопросе, Михаил Михайлович, что у вас в таком возрасте, а это уже было далеко за 80, когда ему было. Что, говорит, вас еще эти вопросы волнуют? Он говорит, спросите у моей жены, довольна ли она или недовольна. Вот видите, насколько оздоровление помогает все это дело сделать. Возродить организм, можно так сказать, из пепла. Из пепла, который человек вот сам творит бездумной жизнью, жизнью самотеком. Ну, как все живут, так и он живет, считает, что это вот такое-такое. А на самом деле все это далеко от нужного и правильного, что поддерживает наше здоровье. В итоге, к своим 63 годам жизни, которые должны были, по идее врачей, для него быть последними, он еще прибавил практически 27 лет активной, плодотворной, насыщенной, полноценной жизни. Пример его, значит, ярох, заразительный. И что хочется рассказать с его наблюдений? Я вот на себе знаю, что когда человек уже в течение нескольких десятилетий занимается тем же здоровым образом жизни, что надо вот заставить себя там вовремя проснуться, сделать то, сё, пятое, десятое, то есть сделать определенные оздоровительные процедуры, прогулку, нагрузку и так далее, у человека возникает вот какая-то лень, апатия, неприятие, всего этого. И он рассказал о своем собственном опыте, как он научился все это преодолевать. Вот что он говорит. Насильно преодолевать это не следует. Организм, так сказать, побуждать, заставлять его там встряхивать. Все надо делать медленно, плавно, как бы не взначай, чтобы это было само собой. То есть вот ты проснулся. Тебе, естественно, не хочется вставать, хочется там полежать и так далее. Ладно, ты проснулся и начинаешь легонечко поглаживать свое собственное лицо. Легонько поглаживать, никакого насилия. Ушки потрешь. То есть все начинается с лица. Кожу головы, так, немножечко шею. Поворочивай шею влево-вправо. Потом подтянешься, вытянешь ножки. Далее небольшие скруты в одну сторону, в другую сторону. Потом, глядишь, как-то этот организм просыпается. Одну ножку подтянул, другую ножку подтянул к груди. Еще там сделал так небольшой велосипедик. И глядишь, ты уже и проснулся, все нормально, без насилия над собой. Далее ты встаешь, легонькую зарядочку сделал, без насилия над собой. Важно сделать движение, потому что наши суставы, в них за ночь уменьшается количество внутрисуставной жидкости, смазки. Почему? Да потому что она не нужна организму. Она не нужна организму, когда он не делает никаких движений. И когда мы начинаем вот эти простые движения, просто-напросто пальчики в кулачки поджимали, повертели шейкой, повертели голеноступными суставами, значит, попритягивали коленные суставы, в смысле коленки подгибали к себе, к груди, у нас уже начинает появляться больше жидкости в суставчиках. И они уже готовы становиться к зарядке, активной работе. И плюс еще небольшие упражнения стоя, те же скруты, там какие-нибудь небольшие приседания, отжимания. Опять-таки без насилия над собой, все это дело запускает организм в рабочий режим. Далее можно сделать палочные массажи, тоже без всякого фанатизма сделали. Вы уже чувствуете все, вот она появилась бодрость, вот они появились, появилась энергия. И как раз Михаил Михайлович говорил, надо жить так, чтобы количество энергии, получаемой организмом, опережало нашу старость. И тогда организм не старится. Интересно такое наблюдение. Вот и после уже этого, пожалуйста, выходишь и на прогулку, на пробежку. Вначале он бегал, я рассказал, как он начинал бегать с малого, дошел до двух часов бега. А в последнее время, в последние годы жизни он пришел к выводу, вот все должно меняться в соответствии с возрастом, в соответствии с вашими возможностями. Он стал бегать интервально, а именно 5 минут пробегит, минуты 2-3 пройдет. Опять 5 минут пробегит, 2-3 минуты пройдет. То есть это в данном возрасте оказалось гораздо лучше нагрузкой для него, организм лучше ее усваивал. И потом уже после прогулки, после этой пробежки, уже дальше начинался завтрак. Позавтракал и после уже небольшой отдых для того, чтобы пища так начала перевариваться. Он уже занимался своими повседневными делами. То есть очень интересный опыт его, как включаться в рабочий день. И обязательно, вот он дальше пришел к тому, что обязательно надо задействовать свое эмоциональное состояние, чтобы вы радовались каждому прожитому дню, каждому пробуждению. И встречаете новый день как чудо. То есть вот такой эмоциональный подъем благоприятствует тому, что все наши жизненные процессы протекают в организме гораздо лучше. И вот благодаря вот этому образу жизни, ему удалось прибавить к своей жизни еще практически 27 лет плодотворной, хорошей жизни. Полноценной во всех отношениях. Огромное спасибо Михаилу Михайловичу Котлерову за его труды, которые нам он оставил, за его опыт, который он нам оставил, поведению, здорового образа жизни. И что мы можем из этого взять для себя. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!